Любой каприз за ваши деньги. Этой избитой фразой можно объяснить суперкар Lamborghini SC20. Его заказал неназванный клиент, который захотел иметь абсолютно уникальный автомобиль, выпущенный, разумеется, в единственном экземпляре. Описывать то, что получилось, словами, пожалуй, не имеет смысла. Просто взгляните на экран, и вы поймете, что итальянцы не разучились строить красивые автомобили. Красивые и неординарные, ведь SC20 не имеет крыши и стекол. Неожиданная новинка, очевидно, построена на шасси Авентадора SVJ Roadster. От нее же взяты атмосферный V12, семиступенчатый преселектив и полный привод. Другие характеристики компания не разглашает. Цена также остается секретом. Техасская компания Hennessy представила серийную версию модели Venom F5. Новинке предстоит побороться за титул самого быстрого автомобиля, поэтому максимальная скорость машины обязана превысить 500 км в час. Ради этого гиперкар оснастили оригинальным восьмицилиндровым мотором, от которого крутящий момент через роботизированную коробку передается на задние колеса. До этого разработчики хотели применять доработанный GM-овский движок. Первые экземпляры Venom начнут отдавать клиентам буквально через несколько месяцев, а суммарный тираж модели составит 24 штуки. Притом за каждой компания Hennessy решила просить больше 2 миллионов долларов. И совсем удивительное дело. В прошлом году Jaguar выпустил собственный виртуальный гиперкар для игры Gran Turismo Sport, а теперь британцы построили полноразмерный макет его улучшенной версии. Зачем? А чтобы было. А точнее, чтобы показывать концепт на различных мероприятиях. У шоу-кара нет ездовой начинки. Между тем, в виртуальном пространстве модель готова похвастаться четырьмя электромоторами отдачей под 2000 сил. И финальная новость этого выпуска касается России. Audi, не публикуя ценники, открыла прием заказов на несколько мощных и быстрых моделей. Это универсал RS6 Avant, лифтбэк RS7 Sportback и кроссовер RSQ8. Всех их объединяет 4-х литровый битурбомотор отдачей 600 сил ровно, дополненный мягкогибридной надстройкой. В трансмиссии заявлены классический восьмиступенчатый автомат и постоянный полный привод.